Привет! Подумай, все же сделать обзор на серию фильмов Кикбоксер. Я думаю, там много о чем можно рассказать. Изначально на главную роль в фильме Кикбоксер рассматривался Чак Норрис, но он отказался, и роль получил Жан-Клод Камиль Франсуа ван Варенберг, известный как Жан-Клод Ван Дамм. Фильм вышел в 89-м году, с бюджетом в 3 лимона заработал около 50. После выхода фильм многим критикам не понравился, так как там был примитивный сюжет, используемый во многих подобных фильмах, включая фильм «Парень-каратист» 84-го, были и стереотипные персонажи и так далее. Несмотря на это, фильм отлично заработал и даже породил еще кучу продолжений и перезапуск. Режиссером Кикбоксера был Марк Диссаль, режиссировавший еще «Совершенное оружие» 91-го, а вторым режиссером Кикбоксера был Дэвид Уорд. Он режиссировал «Леди Дракон» 92-го, Синтии Ротрак, «Американские тигры» 96-го, вновь Синтии Ротрот, «Акулы 2-2000-го». Дэвид Уорд также работал оператором во многих фильмах. Поминутно пройдемся по первому Кикбоксеру. На 5.50 у брата Майка с надписью «Голдс Джим». Это знаменитый спортзал, в котором тренировался Шварц. А на 32-й минуте многоголоски собаку назвали Сидни. Кики. Сидни. Но на самом деле она Кики. Кики. Ко мне, мальчик. На 46-й минуте Ван Дамму рвут целку. А на 55-45 Ван Дамм танцует. Его танец позже пародировал Ален Муси в перезапуске Кикбоксера 2016-го. Также в конце первого Кикбоксера они макают руки в силикогель, имитирующий стекло. И это же будет и во второй части Кикбоксера, и в ремейке Кикбоксера 2016-го. И это же пародировали в фильме «Горячие головы 2» 1993-го года, про две части которых есть ролик на канале. В конце титров Кикбоксера написано «До свидания жукам». Без понятия, что это значит, если есть какие-то предположения, то можете писать в комментарии. Было несколько удаленных сцен в первом Кикбоксере, и они доступны только в ранней версии монтажа, которая выходила на кассетах в Великобритании. В последующем же выходила уже финальная версия монтажа, которую мы все видели. Теперь расскажу об актерах фильма. Мишель Киси играл Тонг По в фильме «Кикбоксер». Он еще играл в фильме «Кровавый спорт» 1988-го с Ван Дамом, «Сама Волка» 1990-го опять с Ван Дамом, режиссировал и играл в фильме «Женщина-Терминатор» 1993-го, был в фильме «Кикбоксер 2» 1991-го, играл и в «Кикбоксере 4» 1994-го, появился на пару секунд в перезапуске «Кикбоксера» 2016-го, а в первых «Кикбоксерах» он носил грим для роли Тонг По, так как реальное лицо Мишеля Киси вот такое. У него есть брат Абдель Киси, который играл с Ван Дамом в фильмах «Сама Волка» 1990-го, «В поисках приключения» 1996-го и «Тайна Ордена» 2001-го. Денис Чан играл учителя Сян Чоу в фильмах «Кикбоксер». Он еще играл в фильме «Близнецы дракона» 1992-го с Джеки Чаном, «Кикбоксер 3» 1992-го, «Взрыватель» 1998-го с Ван Дамом, «Железный кулак» 2012-го и прочим. Также в первом «Кикбоксере» на 48-й минуте можно увидеть на пару секунд Онг Сухана. Он еще играл в «Кровавом к спорте 2» 1996-го, «Король кикбоксеров» 1990-го, «Дракон. История Брюса Ли» 1993-го и в фильме «В поисках приключений» 1996-го. Брата персонажа Ван Дамма в первом «Кикбоксере» играл Денис Алексио. Он бывший кикбоксер, выигрывавший в мировых турнирах. Как у тебя с защитой? Я. Все в порядке? Наверное, в Америке по-другому обучают. Защита у тебя паршивая. Продолжение «Кикбоксера» вышло в 1991-м году. Ван Дамм отказался сниматься в продолжении, так как запросил много денег, ему отказали, и Ван Дамм ушел сниматься в фильме «Двойной удар» 1991-го. Главную роль во втором «Кикбоксере» взял на себя доступный Саша Митчелл, работавший до актерства моделью. Персонажи Ван Дамма из первого «Кикбоксера» и его брата ко второй части сделали мертвыми. На 1.05.40 учитель Сянчоу говорит, что это Тонгпо убил братьев Слоун. Это он убил твоих братьев. Но в семье Слоун, оказывается, было не два брата-акробата, один хуй другой горбатый, а три брата. Третьего как раз-таки и играет Саша Митчелл. В этой и последующих частях «Кикбоксера» никакой любовной линии нет между главным героем и девушкой. Режиссер второго «Кикбоксера» был Альберт Пьюн, режиссировавший еще «Радиоактивные грезы» 1985-го, «Киборг» 1989-го с Ван Даммом, «Кикбоксер 4» 1994-го, «Человек против киборга» с Кейтом Куком, который известен ролью рептилии в фильме «Мортал Комбат» 1995-го, а также Альберт еще режиссировал «Сказки Древней Империи» 2010-го. Поминутно пройдемся по второму «Кикбоксеру». На 3.40 у втором «Кикбоксере» героя называют трусливым цыпленком, и это задевает его точно так же, как и персонажа Макфлая в фильмах «Назад в будущее». На 4.5.20 девочка говорит главному герою, что учитель помог его братьям. Получается, что главный герой второго «Кикбоксера» – это брат героя Ван Дамма из первого «Кикбоксера». Главного героя тут зовут Дэвид Слоун, а героя Ван Дамма из первой части звали Курт Слоун. На 5.3.40 учитель говорит, что его племянница влюбилась в брата Дэвида по имени Курт. Чем не встретила твоего брата Курта? И персонаж Саша Митчелла говорит. Жаль, что так получилось. То есть, похоже, его племянницу тоже убили, возможно, Тонгпо и его люди. То есть, ко второй части «Кикбоксера» поубивали всех хороших персонажей из первой, кроме учителя. Теперь расскажу об актерах второго «Кикбоксера». Во втором «Кикбоксере» можно увидеть актера Матиаса Хьюза. Он впервые на экранах появился в фильме «Не отступать и не сдаваться 2», 87-го, про все части которых я рассказывал в ролике «10 фильмов драчек 80-х-90-х». Далее Матиас играл главного злодея в фильме «Темный ангел 90-го» с Дольфом Лундгреном, про который я также рассказывал в ролике «8 мужских фильмов 80-х-90-х». Далее Матиас Хьюз играл в фильме «Полицейский 2000-го» с Болу Йеном и Билли Бленксом, играл в фильме «Разборка в Маниле 2016-го» с Александром Курицыным и многом другом. Злодея во втором «Кикбоксере» играл Керри Хироюки Тагава, известный ролью Шанг Цунга в фильме «Мортал Комбат». Он также впервые появился на экранах в фильме «Большой переполох» в «Маленьком Китае» 86-го, про который есть отдельный ролик на канале. Также он играл учителя в фильме «Близнецы» 88-го со Шварцем, про который также есть ролик на канале. Во втором «Кикбоксере» также можно увидеть Питера Бойла, который умер в 2006-м. Он также играл в фильме «Таксист» 76-го, «Красная жара» 88-го со Шварцем. Про «Красную жару», кстати, тоже есть ролик на канале. Ещё во втором «Кикбоксере» играл небольшую роль Винс Мёрдоку. Он играл ещё в парочке фильмов и работал кикбоксё... Санёк Митчелл, игравший главную роль в втором кикбоксёре, впервые на большом экране появился в фильме «Смерть превыше бесчестия» 87-го в парочке сцен. Затем он играл в комедии «Спайк» из «Бенсон Хёрста» 88-го, играл в сериале «Даллас» с 89-го по 91-й, в сериале «Шаг за шагом» с 91-го по 98-й, В трёх частях «Кикбоксёра» играл во второй части фильма «Класс 1999» 1994-го года, про все части которого есть ролик на канале. Затем появлялся в сериале «Полиция Нью-Йорка» в 2000-м. Появился в одной сцене в фильме «Дикий Робертс. Звёздный ребёнок» 2003-го с комиком Дэвидом Спейдом. Появился в фильме «Сказки о Древней Империи» 2010-го с Кевином Сорбо, который известен по сериалу «Удивительные странствия Геракла 90-х» и прочим. Далее Саша Митчелл был в сериале «Скорая помощь» и прочим. Ему уже на октябрь 2018-го 51-го год, он дважды женат и есть четверо детей. Одновременно со второй частью «Кикбоксёра» снималась сразу и третья часть, и вышла она в 92-м. Режиссёром был Рик Кинг, написавший историю фильма «На гребне волны» 91-го, он ещё режиссировал фильм «Молитва роллеров» 90-го, «Виртуальный полицейский 96-го» с Лоренцом Ламосом и прочее. В начале третьего «Кикбоксёра» показывают людей на пляже, и на 5.30 женщина плюёт. Очень интересно, почему это вставили в фильм, как она сплёвывает солёную воду. Также в третьем «Кикбоксёре» добавили ребёнка, так как в основном дети смотрели подобные фильмы, и выходило тогда много фильмов с детьми в 90-х, плюс зачем-то к третьему «Кикбоксёру» добавили в одну сцену пидорка на 33.10. Также в третьем «Кикбоксёре» появились «Перестрелки». В остальном фильм очень проходной, даже заднепроходной, пустой и неинтересный, без колоритных персонажей. В конце фильма ребёнок убивает ножом злодея, и это ему спускают с рук. Несмотря на очень плохую третью часть «Кикбоксёра», вышла и четвёртая в 94-м году. Четвёртая часть «Кикбоксёра» начинается с «В предыдущих сериях». И нам показывают ключевые события из прошлых частей. На 2.30 говорят, как убили персонажа Ван Дамма из первой части. Разъярённый проигрышем, Тонг По посоплатил наённым бандитам за убийство моего брата. В этой части нет учителя Сян Чоу, которого играл Деннис Чан, и это никак не объясняется. Хотя, конечно же, понятно, что он просто запросил больше денег, и ему отказали. Но есть и хорошая новость. Главного злодея играет злодей первого и второго кикбоксёра Тонг По, которого вновь играл Мишель Киси, которому опять пришлось носить грим и лысую нашлёпку на башку Тонга По. На 35-й минуте в 4-м кикбоксёре Тонг По говорит монолог Шанг Цунга из первого Мортал Комбата. Наслаждайтесь весельем, а завтра начнётся состязание. Завтра утром Великая Битва начнётся. А сейчас, чтобы понять суть предстоящих событий... Грим в этой части на актёре Мишеля Киси особенно заметен. А голос Тонг По совсем не совпадает с его внешностью. На внешность он такой потрёпанный, злой человек, но голос у него совсем мягкий. Этот диссонанс также показывался в фильме «Няньки» 94-го. Также схожесть Тонга По с Шанг Цунгом видна на 1.13.30, когда он говорит... Пятая часть Кикбоксёра выходила сразу же на видео, минуя кинотеатры в 95-м году. Режиссёром Пятого Шлака стал Кристин Питерсон, ранее режиссировавший фильм «Зубастики 3» 91-го. Пятая часть имеет подзаголовок «Искупление или спасение», но наши перевели её как «Возмездие». На 4.40 в пятом Кикбоксёре говорят, что персонажа Саши Митчелла, Дэвида Слоуна, больше нет в живых. Жаль, что уже нет Дэвида Слоуна. Да, очень жаль. Он был отличным парнем. Его, так же как и персонажа Ван Дамма из первого Кикбоксёра, убили. Фильм в остальном абсолютно пустой и сказать что-то, кроме того, что там главную роль играл Марк Дакаскас, мне нечего. Марк ещё играл в фильмах «Двойной дракон» 94-го, есть ролик на канале, «Драйв» 97-го, играл главную роль в сериале «Ворон» 99-го, про фильм «Ворон», кстати, есть ролик на канале. Также Марк играл в «Братство волка» 2001-го и будет в фильме «Джон Уик 3» 2019-го. А подробнее про Марка Дакаскаса я рассказывал в ролике, что стало с актёрами фильма «Драйв». В пятом Кикбоксёре на 1.10.35 есть какой-то совершенно непонятный для меня переход и событие. Девушка входит, видит на вечеринке девушку в платье и тут бац, замирание и какой-то переход и дальше платье, которое было на другой девушке, оказывается уже на первой. Абсолютно не понимаю, что тут произошло, никак это в фильме не объясняется, что за магия непонятно, полная загадка, короче. После пятого шлак Кикбоксёра о серии забыли на долгие годы. Смотрел ли ты все части Кикбоксёр? Смотрел ли нового? Вроде как полное говно получается. Только в 2016 вышел шестой Кикбоксёр, который является перезапуском серии. Здесь вновь вернулся к жизни персонаж Ван Дамма из первого Кикбоксёра по имени Курт Слоун. Его играет Ален Муси, который также работает каскадёром в фильмах. Но и сам Ван Дамм вернулся в перезапуск Кикбоксёра. Он здесь играет мастера Дюранта и будет учителем главного героя. Наверное, чтобы скрыть синяки после операции, Ван Дамм тут носит очки, а чтобы скрыть шишку на голове, носит шляпу. Злодея Тонгпо тут играет бывший рестлер и боец смешанных единоборств Дэйв Батиста. Он также актёр и известен ролью Дракса в фильмах Стражи Галактики. Шестая часть Кикбоксёра имеет подзаголовок «Возмездие». Также в перезапуске Кикбоксёра в 59-й минуте заключённого играл Мишель Киси, игравший Тонгпо в предыдущих Кикбоксёрах. Тут как раз таки он и появляется в своём реальном обличии, а не в гриме Тонгпо. Режиссёром перезапуска Кикбоксёра был Джон Стоквелл, ранее игравший в фильмах, например, он играл в фильме «Кристина 83-го» по Стивену Кингу, про который я рассказывал в ролике про лучшие фильмы Стивена Кинга. Джон Стоквелл стал режиссёром и режиссировал «Добро пожаловать в рай» 2005-го с Полом Уокером, «Туристас» 2006-го, «Вооружённый ответ» 2017-го с Уэсли Виталичем Снайпсом и многое другое. В перезапуске Кикбоксёра Ван Дамм снимает шляпу лишь на 39-43, но в камеру это особо не показывается и он стоит к ней спиной. А уже на 46-й минуте снимает шляпу и можно видеть всё ещё следы шишки. На 48-й минуте ведутся съёмки вечером и Ван Дамм здесь без шляпы и очков, но близко его не снимают и не показывают спереди. Я так полагаю, что это какой-то жировик, который Ван Дамму приходится периодически вскрывать, так как он со временем становится больше. На 1.09.10 в перезапуске Кикбоксёра они также мажут руки какашками, клеем и суют силиконовый гель, имитирующий битое стекло, как в первом Кикбоксёре и как во втором Кикбоксёре. Также в перезапуске Кикбоксёра появился Даррен Шахлави. Он играл Эрика Слоуна. Даррен умер 14 января 2015-го в 42 года от сердечного приступа, вызванного атеросклерозом. Он ещё играл бандита в фильме «Между ангелом и бесом» 1995-го Жераром Депардьо. Был в фильме «Один в темноте» 2005-го, «Бладрейн» 2005-го же. Играл одного из персов в «Трёхста спартанцах» 2006-го. Появился в фильме «Хранители» 2009-го, «Ипман 2» 2010-го. Играл Кану в сериале «Смертельная битва. Наследие» 2011-го. А роль в Кикбоксёре стала его последней. И его персонаж в перезапуске Кикбоксёра также умер. На 1.26.31 также есть упоминание о том, что продюсеры сожалеют о смерти Даррена. При 17-миллионном бюджете ремейк Кикбоксёра взял аж около 300. По моему мнению он вышел довольно-таки достойный. Для любителей серии Кикбоксёра очень рекомендую к просмотру. Седьмая часть Кикбоксёра вышла в 2018-м и называлась «Кикбоксёр возвращается». При 13-ти миллионных заработало 100. В этой части добавили актёра Кристофера Ламберта и Майка Тайсона. А главного злодея здесь играл двухметровый, 180-килограммовый, многократный призёр соревнований за звание «Самый сильный человек планеты» Хафтор Бьёрнсон, игравший в сериале «Игра пистонов». Он установил рекорд по становой тяге 472 килограмма. Режиссёром седьмого Кикбоксёра стал Дмитрий Лагафрентис, режиссировавший ещё «Выстрел в упор» 1994-го с Робертом Патриком и многое другое. На 32-30 в седьмом Кикбоксёре выясняется, что персонажи Ван Дамма ослепили после прошлой части Кикбоксёра. А на 1.01.30 здесь музыка из фильма «Грязные танцы» и «Кулспот». К 2019-му планируется выпустить восьмую часть Кикбоксёра, которая сейчас в стадии подготовки. Будет она называться «Кикбоксёр Армагеддон». Про интересные факты о Ван Дамме я сделал отдельный ролик. Называется «Шесть интересных фактов о Ван Дамме». Есть ссылка в описании. Также про фильмы «Кровавый спорт» с Ван Даммом также есть отдельный ролик на канале. Можете глянуть. Ссылка есть в описании. Хочу сказать отдельное спасибо за постоянную поддержку на сервисе Patreon Альфреду Сергею Чернову и Серёге Шелесту. Спасибо вам, ребята, за это большое, что постоянно поддерживаете. Также есть ещё несколько людей, которые также поддерживают меня на сервисе Patreon. Также им спасибо за это большое. Всех ценю, на самом деле. Спасибо всем. Вот всё. Дальше. На этом всё. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поминутно пройдёмся по второму кикбоксёру. Ну, тут, может, тебе... ВАЙ! ВАЙ!